Это Русский Акцент, программа о футуристах, людях будущего, ни больше, ни меньше. В сознании нашего человека будущее и космос почти синонимы. Интернет, смартфон и прочие удобства, о которых полвека назад не мог догадаться ни один фантаст, нас почему-то не удивляют. Только отрыв от Земли способен вызвать настоящий восторг. И, как ни странно, для этого совсем не обязательно записываться в космонавты. 110 лет со дня рождения по космическим меркам мелочь. Еще не родился тот архитектор, который понял бы до конца миссию Лазаря Хидекеля. В Нью-Йоркском институте архитектуры юбилейная выставка самого загадочного зодчего русского авангарда. Для западной школы архитектуры большего авторитета в России, пожалуй, нет. Всем научим послушать лекцию Малевича в архитектуре. На первом этаже просто не хватило места. Собравшиеся на наверху утешаются хотя бы тем, что Лазарь Хидекель тоже всегда стремился к нему есть. Чем выше, тем беспредметнее, чем дальше, тем невесомее. Супрематизм как эстетический предвестник космического придумал Казимир Малевич. Лазарь Хидекель – его самый талантливый ученик. Лазарь Хидекель на протяжении всей своей жизни, начиная вообще с супрематического еще своего периода обучения, был связан с космосом. Космос отразился в его творчестве. И если вы видите вот эти ранние вещи, то супрематизм, что такое супрематизм? Это безвесие. Дело в том, что Малевич, он как бы вышел за линию горизонта, открыл пространство космоса. Почему вот эти вещи взлетали, да? Почему супрематизм такой летучий? Там был черный, белый, цветной. Это по мере потери веса, по облегченности. И последний был космический. И вот он создавал вот такие космические поселения. Они пытались колонизировать космос. Дело в том, что они были связаны с Циолковским, с учением Циолковского. Они верили в то, что прогресс настолько велик и настолько масштабен, что их поколение действительно дойдет до звезд. В дальнейшем он занимался городами будущего. И даже он где-то пишет в 70-м году, почему, строя дома, строя клубы, строя... Он построил первую электростанцию под Ленинградом. Я все время обращалась, вот ко мне все время являлись это видение плавающих в пространстве, в воздухе, в небе, в воде, городов. Потому что эта вот идея антигравитации, идея полета, она пришла к нему еще в его юношеские годы, когда он учился супрематизму. И она навсегда осталась с ним. Хидекель всю свою долгую жизнь возводил города будущего, но только в воображении, в проектах и в чертежах. Уважаемый ленинградский профессор советской архитектуры грехи авангардной юности не афишировал. Но вечность гениев не спрячет. Это один из величайших архитекторов мира. Его работы актуальны и по сей день. Более того, он один из создателей концепта современного города. Эта история не из прошлого, а наоборот, голос из будущего. Хидекель именно такой. Возможно, время идейных течений, измов, супрематизм, футуризм, коммунизм прошло. Но идеи, виденье и общий гуманистический подход никуда не делись. В его работах и поэзия, и функциональность. Архитектор номер один в Америке Дэниел Либискин считает Лазаря Хидекеля своим учителем. Он тоже строит будущее, причем с нуля, граунд зиру. Его фонтаны-ямы на месте башен-близнецов, архитектурная антигравитация и лазерные лучи, возникающие на их месте каждое 11 сентября чистой формы, супрематизм. Сто лет назад для идей такой высоты хватало карандаша. Сегодня предпочтительнее планшет. В принципе, это 3D-модель. Достаточно в хорошем разрешении. Мы можем увеличивать, можем уменьшать. Мы можем смотреть совершенно в разных ракурсах. Это абсолютно 3D. Можно смотреть абсолютно с любой стороны. Море, там даже какая-то яхточка, она плывет сама по себе. И настоящее будущее, если честно. У визионеров мысли сходятся. Образование, достаток, возраст. Даже эпоха здесь значения не имеют. Предприниматель и фантазер Василий Клюкин потратил почти полмиллиона, чтобы напечатать впечатляющий фотоальбом собственных архитектурных идей неземной высоты и красоты. Я часто задумывался на тему, какой бы я хотел, если бы я строил небоскреб, какой бы я сделал небоскреб. И пришел к выводу, что я вижу ответ в форме. Помимо всего прочего, это не как единственное, но как достаточно существенное, это форма. То есть, если ты с точки зрения формы сумеешь построить iconic building, то у тебя сразу открывается огромное количество возможностей. Например, здание формы кометы. Оно стоит на берегу. То есть, раз в день в Монако приплывают круизные лайнеры. То есть, если она будет еще вечером красиво освещена, то все будут делать фотографии. То есть, это все понравилось. Это хорошо для туризма. Соответственно, город тоже понимает, что так. Ну, наверное, такой дом красивый было бы, иметь, неплохо. И тем самым я получаю дополнительные возможности. Вот здания, допустим, сделаны как тюльпан. То есть, я тоже, знаете, изучил эту историю тюльпанов. Как была знаменитая голландская фондовая биржа тюльпанная. Откуда тюльпан упал в Голландию. То есть, мало кто знает, что тюльпан попал в Европу из Турции. А до этого он был привезен с Теньшеня. Вот это здание, наверное, самое популярное. То есть, оно самое технически сложное. Оно технически очень сложное. И оно достаточно дорогое для того, чтобы его построить. Но, поверьте, если оно будет построено, на тысячи лет это будет символ города. У меня в книге их всего 50. По крайней мере, у меня хватило смелости это сделать и рискнуть. Будут люди говорить, что слушайте, что это за фантазер, он же не архитектор. Он действительно не архитектор. Просто банкир, девелопер, миллионер. Но в первую очередь, все же мечтатель. У меня самое большое увлечение, наверное, это думать и фантазировать. Архитектор, который получил классическое образование архитектурное, все-таки работает, я думаю, несколько иначе. Меня, кроме закона физика и собственной фантазии, ничего не ограничивает. Границ для Клюкина не существует никаких. Он живет на два дома. Москва, Монте-Карло. По настроению залетает в Нью-Йорк. А через год и вовсе вылетит за пределы земной атмосферы. На благотворительном акционе Василий Клюкин купил билет на космолет за 1,2 млн евро. Явно переплатил. Билеты на борт Virgin Galactics сегодня стоят 200 тысяч долларов США. Всего в мире было 500 с чем-то космонавтов. А сейчас уже Virgin продал больше 700 мест. А что это за люди, которые покупают билеты? Самые разные. Самые разные. То есть это в принципе люди, которые у каждого свои причины. Кто-то хочет что-то доказать себе, кто-то хочет победить свой страх, кто-то хочет получить вдохновение, а кто-то просто хочет жить на полную катушку и пробует все, что достижимо. Я тоже пробую все, что достижимо. Для меня космос это не отдельная какая-то история. То есть это череда разных интересных испытаний, которые я уже в принципе до этого проделал. От полетов на воздушном шаре до, не знаю, я спускался в глубокую пещеру, ходил пешком по джунглям. Ну, очень много-много. Не от скоки, а из любопытства олигарх-экстремал покорял северный полюс, пробирался сквозь джунгли, парил на дельтаплане и спускался в самую глубокую пещеру. Но мечты и фантазии завели еще дальше. Скажу так, я всерьез заинтересовался темой космоса. То есть я очень много все прочитал. Я прочитал, как люди ощущают, что в космосе бывает, что может учиться. Вы знаете, сейчас очень интересный фильм вышел. Гравитация. То есть он тоже в какой-то мере является иллюстрацией. Очень... Нет, я просто стал изучать эту тему. То есть если до этого для меня космос был приключением, то сейчас я не специалист, но знаю уже гораздо больше. Двухчасовые суборбитальные путешествия на высоту приблизительно 100 километров совсем скоро сможет позволить себе любой финансово обеспеченный и относительно здоровый гражданин мира. Клюкин подходит по всему и курить уже бросил. Я летом прошел обследование. Мне сказали, что... Германия. Мне сказали, что... Вот в России говорят, у вас здоровье, как у космонавта, а у них говорят здоровье, как по учебнику. Мне сказали, у вас здоровье, как по учебнику. Все в норме. Мы видели с ним в марте. Нью-Йорк был еще очень зимним, и прогулки по центральному парку монахский гость совершал не столько из удовольствия, сколько из интереса. Он решил написать книгу в духе Дэна Брауна. Действие происходит где-то здесь. И почему-то кажется, что у него все получится. Я считаю, что добиться можно практически всего. Если просто надо думать, каким образом достигнуть цели. Не надо ставить вопрос «да» или «нет». Надо ставить вопрос «как». «Как сделать да». Вот если ты думаешь, что «как сделать да», то в принципе очень-очень много всего можно достичь. Кто ищет приключений, тот их находит. За сотни тысяч долларов или бесплатно вообще. Андрей все еще надеется получить билет на Марс в один конец. А тем временем запоминает Нью-Йорк, который за пару лет эмиграции стал совсем родным. Отсюда, говорил Довлатов, только на Луну. А лучше сразу на Марс, добавляет Чагадаев. Ну жалко, там не так красиво. Я когда летел над Невадой, я как-то призадумался, подумал, что это очень похоже на марсианский пейзаж, пустыня и больше ничего. Я подумал, вот так вот высадиться здесь. Я задумался, честно говоря, смог бы я в последний момент полететь или не полететь. Я говорю, опять же, когда вся сила первооткрывателей в том, что они не знают, что там есть. Ты плывешь на другой континент через океан, или куда-то летишь, и ты не можешь представить, что там, и поэтому ты не знаешь. Когда ты так уже представил визуально, уже посмотрел на эту Невадскую пустыню, уже как бы ощутил ощущение. Я так понял, ну вот мы на вертолете садимся, вот так я так представил, вот так я буду садиться на Марсе, вот так я выйду, и что? И все, и все, и дальше как бы нет. С чем того, что это должно было произойти где-то лет через 10, может быть, мне надоест эти пейзажи уже окончательно здесь. Здешние? Здешние места уже не очень. Так что, глядим. Одно дело бороздить просторы космического океана, другое – кататься на гипсовом олене. Будущему марсианскому колонисту даже смотреть на карусель дурно. У этой детской слабости нет срока давности, зато у детской мечты нет срока в годности. Как сказал Гагарин, поехали. Мечтатели, визионеры, футуристы – они пока живут среди нас, а завтра, может, окажутся над нами. Космический туризм пока в проектах, но подняться над собственными земными проблемами может каждый. Летайте и не стесняйтесь своего акцента. Субтитры создавал DimaTorzok